Девушки отдыхают Затянем пояса. Кабмин снова урезал нормы ветеранам войны. Харьковский коллапс. Почему в городе остановили движение трамваев? Патруль под градусом. Как сотрудница новой полиции попалась на пьяном вождении в столице? Украинские журналисты разыскали обвиняемого российской ФСБ в организации диверсии в Крыму Владимира Сердюка. В эфире одного из телеканалов он заявил, все обвинения в свой адрес считают, цитирую, полнейшим бредом, к разведке отношения не имеют, никогда ничего не организовывал и никого не отправлял. Хотя действительно, говорят, внес службу, был офицером-психологом и лично знаком с задержанным ФСБ Евгением Пановым. Я напомню, что российские спецслужбы обвинили украинскую разведку в подготовке серии терактов на полуострове. По их данным, в ночи с 6 на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов. Арестованы несколько человек, но сколько точно, ФСБшники не говорят. Пока известны Редване Сулейманове, Евгении Панове и Андрея Захтея. Последних двоих суд Симферополя арестовал на два месяца. Минобороны ранее заявили, задержанные не являются украинскими разведчиками. События в Крыму беспокоят Германию, как заявил глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер. Он ожидает, что Украина и Россия воздержатся от любых шагов, которые ухудшат ситуацию на полуострове. В понедельник в ходе визита в Екатеринбург Штайнмайер намерен обсудить произошедшее в Крыму со своим российским коллегой. Канада и Норвегия стали на сторону Украины в крымской истории. Глава канадского внешнеполитического ведомства Стефан Дион заявил, что не видит никаких подтверждений недавним российским обвинениям в адрес Украины. И считает, что Россия должна выполнить Минские соглашения. Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренда высказался более жестко. Сказал, что именно Россия несет особую ответственность за дальнейшую эскалацию в Крыму. В ближайшие дни в центре Осло украинская община планирует провести акцию в поддержку Украины. И к ситуации в зоне АТО. За неделю боевики изменили тактику, подтянули тяжелую технику и перенаправили орудия из позиций украинских военных на жилые кварталы прифронтовых сел. Зачем, знает Ирина Баглай. Так начинается день под горловкой в селе Зайцево. На гимн Украины боевики реагируют огнем. Основное оружие пулеметы и гранатометы. Но ближе к ночи в округе слышно гул тяжелой техники. За неделю противник сменил тактику. По всей видимости, говорит командир, в оккупированной части села прошла ротация. Сейчас они просто с дальних дистанций начинают отрабатывать минометами. Артиллерия работает со стороны Никитовки, Янакова и со стороны Горловки. Что бесит, потому что, будем говорить, если назвать себя вооруженным военным подразделением, то стрелять среди жилых домов, жилого сектора, то это как-то уже не по-офицерски. Подпольные боевики ведут обстрелы и в Марьинке, со стороны шахты Трудовской и окраин Петровского района Донецка. Они подъезжают, часто отправляют до 10 выстрелов и сразу меняют позиции. Бывают по-разному, и гаубицы их не працуют, так уж минометы. А с где они идут? С стороны, из-под Донецка. Эта улица, приграничная к линии огня, ночью превращается в поле боя. Лесистая местность позволяет наемникам пробираться в жилой квартал. Ночью начинаются кошмары. То есть со дворов вот этих, любого двора, могут бросать гранаты. Это местные. Люди, которые здесь жили, живут. У них здесь закопано оружие. Бьют боевики и пожилым домам. Нет ни одного уцелевшего забора. Почти все изрешечены пулями. Там работают снайпер, калибров 12,7. Вот. Может уничтожать цели 2-3 километра. На Авдейской промзоне повсюду следы использования всего арсенала вооружения наемниками. Артиллерия противника здесь не умолкает ни на день. Огонь боевики корректируют с воздуха. Используют беспилотники с высокочувствительной оптикой. Беспилотник зависает на определенной высоте. Как только замечают выход или вспышку, по этим координатам отрабатывает уже либо минометы, 80-е, 120-е, либо жествольная артиллерия. Передвижение сил боевиков армейцы называют скорее психологическим давлением. На их памяти за полгода противник называют уже четвертую дату полномасштабного наступления. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Новые подробности вчерашнего инцидента в Швейцарии. Я напомню, что на пассажиров одного из поездов напал и с ножом 27-летний мужчина. Всего пострадали 6 человек. Сегодня от ожогов скончался сам преступник и одна из его жертв. Был ли это теракт, узнавала София Гордиенко. Восток Швейцарии, граница с Лихтенштейном, это был даже не поезд, а скорее региональная электричка, курсирующая из городка Букс в Зенвальд. В пути всего около получаса. Этого времени оказалось достаточно, чтобы молодой человек, 27 лет, вначале устроил поджог в вагоне при помощи воспламеняющегося вещества, а после бросился с ножом на пассажиров. Лишь когда кто-то смог нажать на тревожную кнопку, поезд остановился на станции Салез. Всего в вагоне находилось около 30 человек, но никто не попытался восстановить преступника. Он также получил серьезные ожоги. Вместе с остальными ранеными пассажирами его на вертолете отправили в ожоговый центре региона. Так как нападавший поступил в больницу в критическом состоянии, его не удалось допросить. Мы до сих пор не знаем, где и почему он сел в поезд и знал ли кого-то из пассажиров. Сегодня нападавший скончался. Умерла и 34-летняя женщина. Шестилетний ребенок до сих пор между жизнью и смертью. Известно, что у швейцарца нет мигрантского бэкграунда. Даже имя его было типично швейцарское, говорят свидетели. В первую очередь полиция подозревала теракт. Но такая версия пока маловероятна. Неофициально говорят о преступлении на почве ревности. Пока эту информацию власти не подтверждают, но и не опровергают. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Александр Онищенко намерен обратиться в Европейский суд. Об этом народный депутат заявил сегодня одному из украинских СМИ. Считает, что дело против него сфабриковано. По словам адвоката Нардепа, ни прокуратура, ни НАБУ не располагает достаточными доказательствами его вины. И напомню, Онищенко проходит по делу о расхищении средств государственной компании «Укргаздобыча». По данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму более полутора миллиардов долларов. Сейчас Александр Онищенко находится в Лондоне. Украину он покинул в июне. Полиция новая, привычки старые. Сегодня рано утром инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что это их коллега. Давать какие-либо показания была не готова. Предоставила правоохранителям только свое водительское удостоверение. Виновницу от службы в полиции отстранили. Все материалы по делу придадут в суд. Там и решат дальнейшую судьбу подозреваемой. А в городе Ривно сегодня утром полицейский устроил ДТП. Патрульный в свободное от службы время за рулем БМВ своего друга, совершая обгон, не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Водитель копии четыре пассажира получили травмы. Состояние одной из пассажирок средней тяжести. Система электронных деклараций чиновников все же заработает в полночь. Сегодня ближе к вечеру нац. Агентство по противодействию коррупции подтвердило, что систему запустят в срок. Несмотря на то, что госпецсвязь сертификат надежности защиты информации не выдала. Из-за отсутствия такого документа запуск хотели отложить, поскольку это позволяет чиновникам избежать наказания за неправдивые сведения в декларации. Сейчас же за это предусмотрен штраф до 43 тысяч гривен или два года тюрьмы. В нац. агентстве надеются, что компания-разработчик устранит все недочеты сегодня до полуночи или в крайнем случае за несколько дней. И система получит аттеста. Кто выполнил программу, есть выяснения экспертной ради, есть указания на недолюки, соответственно их можно усунуть. Давайте не забывайте, что аттестат в соответствии можно отримать в будь-який период времени. Экспертиза будет продолжать до тех пор, пока не будут поданы соответствующие документы. Система электронного декларирования, она действительно может работать. Запуск системы электронного декларирования одной из обязательств Украины для получения безвизового режима. Кроме того, на кону транш МВФ 3 миллиарда долларов и помощь Евросоюза, чуть больше миллиарда евро. Об этом накануне заявил министр финансов Александр Данилюк. А пока подсчитать доходы чиновников можно только приблизительно. Минсоцполитики до грамма подсчитала дневной рацион ветеранов войны и инвалидов. В нескольких ведомственных санаториях в Трусковце, Миргороде, Киеве и Одессе суточные нормы питания сократили. Так, ржаного хлеба отныне будут выдавать в 2,5 раза меньше, всего 100 граммов. На четверть уменьшили потребление рыбы, на треть сметаны и сливочного масла. Вовсе из перечня исключили колбасные продукты, сало и смалец. Но немного добавили макарон, курятины и твердого сыра. Транспортный коллапс в Харькове. С сегодняшнего дня по пяти маршрутам не курсируют трамваи. Для города и с полуторамиллионным жителей это настоящая проблема. Сегодня недостаток транспорта на горожанах не сказался, поскольку выходной день и наплыва пассажиров нет. Трамваи не вышли на маршруты из-за того, что в полтретьего ночи Харькова Булэнерго отключила несколько подстанций транссервиса. Причина долги за электричество. Об этом сообщили в мэрии. Сумма 40 миллионов гривен. Вино за появление такой большой задолженности чиновники перекладывают на государство. Дескать, казна не компенсирует перевозку льготников. Очередной контрабандист попался на границе из Польши. Гражданин Румынии пытался вывезти из Украины 2000 пачек сигарет через пункт пропуска Краковец. Контрабанду обнаружили во время досмотра. За перегородкой, отделяющей кабину от спального бокса фуры, пограничники нашли тайники с сигаретами. Грузи и автомобили изъяты. Нарушителя составили админ протокол. Новая угроза для Израиля. Палестинцы грозят еврейскому государству бомбой. На этот раз экологической. Тысячи тонн сточных вод угрожают главному источнику питьевой воды. Рассказывает Сергей Ауслендер. Различные опасности, исходящие от сектора газа, израильтяне более-менее научились парировать. Система железный купол перехватывает ракеты террористов. Сейсмические датчики позволяют обнаружить диверсионные тоннели. Армия охраняет границу. Но вот новая напасть. Сточные воды из анклава просачиваются в гигантский подземный резервуар, так называемый аквафер. И это грозит оставить весь израильский юг без питьевой воды. Все дело в том, что в Газе практически отсутствует система очистки сточных вод, а в то же время сектор это самая густонаселенная территория планеты. В самой Рациоатазе уже есть постоянная катастрофа с качеством воды. 90-95% воды не пригодны для питья. Что пьют тамошние жители, может быть они пьют в бутылках, но нет никаких там опреснительных установок, пока что не слышно, чтобы они строились. Пока что та очистные сооружения, которые были когда-то построены, западные страны вложили деньги, но как всегда вложили деньги в постройку и нет денег на эксплуатацию. Качество очистки очень низкое, все это сливается. Два миллиона человек живут на площади в 300 квадратных километров. Нагрузка на коммуникации просто запредельная. Тем более, что сети были сильно разрушены во время последней войны. Ко всем бедам добавились еще и морские течения, которые все нечистоты из сектора приносят аккурат к израильским пляжам. Палестинцы во всем обвиняют Израиль, мол, не дает завозить стройматериалы для ремонта очистных. В Иерусалиме отвечают, так строят-то в основном террористы, свои тоннели и укрепления, а очистными все равно никто не занимается. Что со всем этим делать, непонятно. Сбить ракеты террористов можно, можно разгромить отряды террористов. Но как заставить 2 миллиона человек очищать за собой воду? Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Обстрелы на Широкинском плацдарме, бои в Маринке и Красногорске по-прежнему не прекращаются. А еще прокурор, который пытался по поддельному паспорту въехать на неподконтрольные территории. Таковы последние новости на Мариупольском направлении. Не обращая внимания на присутствие миссии ОБСЕ, боевики продолжают использовать запрещенные калибры. Особенно горячо было на Широкинском плацдарме. За минулую добу в целом 27 разов российские оккупанты обстреливали позиции украинских военнослужбовцев. В том числе 9 разов они застосовывали забороненную оружие. Найважче, звичайно, из этих случаев было вчера у Лебединскому, где вчера двече обстреляли позиции украинских военнослужбовцев. И за одну астрономическую годину они выклали на позиции больше 100-122-мм снарядов. Кроме того, активные боевые действия велись в традиционных точках напряжения Красногоровке и Марьинке. Там тоже использовались запрещенные калибры. А мариупольским пограничникам удалось задержать необычного нарушителя. Прикордонники выявили подробленный паспортный документ. Громадянин уже в ходе фильтрации зазнався нашим оперативникам, что придбал его за 100 долларов через интернет-ресурсы и мав намер использовать для поездок на неподконтрольную территорию. Как удалось выяснить позже, подозреваемый, его личность пока не раскрывается, является действующим прокурором. Сейчас им занимается СБУ. Ну а пока боевые части держат оборону на переднем крае. У армейских специалистов военно-гражданского сотрудничества иная миссия. Этот украиноязычный детский садик находится в Новоселовке. До линии фронта, что называется, рукой подать. Добраться сюда не так-то просто. Дороги разбиты, блокпосты, сообщение затруднено. Да и с деньгами у жителей здесь туго. Поэтому шефство над садиком взяли армейцы. Когда мы приехали первый раз и познакомились с детьми, которые не могли сюда попасть, потому что у мамы не было денег заплатить за детский садик. А у мамы четверо детей. И вот благодаря нашему сотрудничеству, нашим военным капелланам, у нас появилась такая возможность оплатить. А еще привозят книги, продукты и вкусности, собранные волонтерами. Тут передавали, собирали буквально со всей Украины. Здесь Запорожье, Кривой Рог, Днепр, Ужгород, Киев, естественно. И один, скажем так, благотворитель из-за границы. Сейчас садик готовится к новому учебному сезону. Для жителей Новоселовки он символ полноценной нормальной жизни, которой в прифронтовых поселках уже не видели больше двух лет. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Тайна, которую хранили полвека. В Америке рассекретили данные о том, что в мае 1967 года мир был в одном шаге от начала ядерной войны. Шаг готовились нанести удар. Что была причиной и кому удалось предотвратить конфликт, выяснил мой коллега Дмитрий Анопченко. 23 мая 1967-го американских военных на Аляске подняли по тревоге. И вовсе не учебной, боевой. Генералы нервно кричали в телефонные трубки, докладывая в Пентагон. Нас атаковали. Ослепли все до единого радары в северном полушарии, с помощью которых в разгар холодной войны и отслеживали приближение советских ракет. А это означало неизбежное начало войны. Лишь теперь, спустя 50 лет, с этой истории разрешили снять гриф секретности. Сделала это профессор Книб, знаменитый астрофизик из университета Колорадо, которую теперь атакует пресса со всего мира, стремясь узнать подробности. Тогда одновременно вышли из строя все три радара. Это привело к нарушению передачи сигналов. Ситуация тогда была напряженная, и информация о том, что радары, направленные на Советский Союз, вышли из строя, могла стать одним из сценариев, по которому началась война. Долорес Книб уверена, Третья мировая была очень близко. Служебная инструкция Пентагона гласила, любая атака на эти радары, в том числе и глушение их сигнала, прямой акт агрессии. Подготовка Советского Союза к ядерному удару по штатам, и раз они вышли из строя, военные обязаны нанести удар в ответ. К вылету стали готовить самолеты с ядерными зарядами на борту, подняли по тревоге и другие подразделения. Ядерные ракеты, нацеленные на СССР, привели в состояние готовности к запуску. Катастрофу предотвратили ученые, пытавшиеся пробиться к высшему военному руководству. Мол, они зафиксировали вспышки на Солнце невероятной силы. А дальше началась столь же необычная геомагнитная буря, которая и вывела из строя все оборудование. Катастрофу удалось предотвратить только благодаря ученым, наблюдавшим за Солнцем. Когда они увидели данные с радаров, начали задавать вопросы. На тот момент они уже знали о необычной сильной активности нашего светила, которая никогда раньше не наблюдалась. Поэтому инициировали расследование, доказавшее виной всему Солнце. Магнитная буря была такой силой, что ее последствия ощущались еще неделю. Вышли из строя радары, пропала радиосвязь. Войскам срочно разослали директиву. Не реагировать. Это не атака. Саму историю в Вашингтоне приказали засекретить. Слишком уж близко. Мир был к катастрофе. И только теперь все узнали об ошибке, которая так дорого могла обойтись человечеству. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Кто из голливудских знаменитостей не прочь выпить вина из раннего утра, а кто потерял миллионы на Брекзите? И как свой юбилей встретил легендарный кубинский революционер? Смотрите далее в нашем обзоре. В свои 90-е Фидель Кастро бодр и энергичен. Легендарный команданты Острова Свободы отметил юбилей появлением на публике после целых четырех месяцев паузы. Из-за болезни экс-лидер Кубы отказывался от съемок. В день своего рождения Кастро принял поздравления от друзей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и брата Рауля, нынешнего лидера Кубы. И, конечно, побывал на концерте, устроенном в его честь. Минус четыре миллиона фунтов стерлингов из-за Брекзита потеряла семья Бекхэма. Пара продает шикарный особняк на Лазурном берегу Франции дешевле, чем потратила на него. Шикарный дом 19 века Дэвид и Виктория купили в 2003-м и провели капитальный ремонт, сохранив роскошный стиль поместья. А теперь вынуждены отдать по дешевке, потому как почти не пользуются недвижимостью в Европе. Секреты еще одной звездной четы Джонни Деппа и Амбер Хёрд стали достоянием общественности. На домашнем видео актер запечатлен не в лучшем виде. Агрессивно пинает ногами кухонные тумбочки, хлопает дверцами шкафов и не забывает подливать себе вина в объемный бокал до краев. При этом Депп грязно ругается и угрожает супруге. Напомню, голливудская пара в процессе развода. Спасение в прямом эфире. В США во время наводнений в Луизиане съемочная группа увидела тонущий автомобиль. Внутри находилась женщина, ее удалось вытащить из машины, когда авто уже полностью исчезло под водой. Но смотрите, почему же дама не спешит выбираться на сушу? Оказывается, в салоне осталась вот эта белая собачка. Просто чудо, но животное тоже удалось вытащить из-под воды и спасти. Имбы в небо! В английском Бристоле в разгаре крупнейший фестиваль воздушных шаров. Сотни ярких куполов вздымаются в небо каждый день. А по вечерам здесь устраивают огненное шоу. В такт музыки зажигают и душат горелки. Посмотреть на это может любой желающий. Вход на фестиваль абсолютно бесплатный. А вот эта ракета улетела еще выше. Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты носителем многоразового использования Falcon 9 с японским спутником связи на борту. Она стартовала с мыса Канаверал во Флориде и вывела аппарат на орбиту. А затем ее нижняя ступень вернулась на Землю и совершила посадку на плавучую платформу. Не исключено, что эта же ракета скоро снова полетит в космос. Над такой задачей работали ее создатели. Обнаженка в прямом эфире. В Великобритании известный спортивный ведущий провел программу в нижнем белье. Что заставило его раздеться перед зрителями? Знает Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Когда приходится отвечать за легкомысленные слова. Время расплаты наступило для любимца британцев, бывшего футболиста Гарри Линекера. Спортивный ведущий на телеканале BBC в декабре пообещал, если команда из его родного городка Лестер выиграет чемпионат Англии, он выйдет в прямой эфир в одном нижнем белье. В защиту Линекера скажу, что тогда команда была главным кандидатом на вылет. И никто даже и предположить не мог, что она сможет обойти таких сильных соперников, как Челси, Тоттенгем и Манчестер. Но Лестер обошел всех фаворитов и завоевал свой первый титул чемпионов Англии за 132-летнюю историю клуба. И будь на месте Линекера любой другой ведущий, его сообщение наверняка затерялось бы в соцсетях. И никто бы и не вспомнил об обещании. Но Гарри, уроженец Лестера, и 7 лет играл за эту команду. Причем довольно успешно забил 95 голов. Так что его слова не могли остаться незамеченными. Даже тогдашний премьер Кэмерон призвал Линекера отвечать за сказанное. О да, я абсолютно согласен, что он должен выполнить свое обещание. Я следил за всеми его интервью после такого заявления и вижу, что он постоянно уходит от ответа. В этом историческом твите Линекер пообещал проделать это в первой программе следующего сезона премьер-лиги. То есть еще три месяца после финального матча зрители гадали, разденется или нет, какой цвет и рисунок нижнего белья выберет. В интернете даже ставки пошли. Не упустили возможности поиздеваться над коллегой и в новостях Би-Би-Си. Давай, Калис, в каких трусах мы тебя увидим в эфире? Вот чего нам ждать? Ну, в первую очередь футбола все-таки. Очевидно, что я сам себя загнал в интересную ситуацию. Так что посмотрим, чем это закончится. Прости за нескромный вопрос. Я вот пытаюсь понять, куда тебе прицепят микрофон. О, это хороший вопрос. Сам Линникер до последнего надеялся, что руководство канала запретит своеволие в эфире. Но менеджмент еще больше разодорил зрителей этим сообщением. На фотографии вместо костюма Линникера висят трусы. Мол, к эфиру все готовы. И вот он ответственный момент. Сдержит ли свое слово Линникер? Фанаты ждут перед экранами. Программа Мощ дня начинается. Давайте посмотрим на этот момент. Это опять мы. Новый сезон, новые титулы, новые менеджеры, новые контракты. Но кроме этого ничего не изменилось. Он все-таки решился. С голым торсом, босой и в одних трусах. Коллеги-комментаторы даже не пытаются скрыть свой смех. Линникер честно провел первую часть программы полуобнаженным, потом все же оделся. Но доказал. Сказано. Сделано. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Фехтовальщицы принесли Украине третье серебро на Олимпиаде в Рио. Женская сборная по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Камощук, Елены Кровацкой и Елены Ворониной уступила в финале россиянкам. Теперь в копилке Украины три серебряные и одна бронзовая медали. Бронзу ранее завоевала Ольга Харлан в индивидуальных соревнованиях фехтований на саблях. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Последние новости вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности UA с праздником Маковеева. Приятного вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok